я сегодня получил две посылки вот такие вот получили их на мист экспрессия и пока шел домой замечу что получила их на складе когда мне их должны были доставить до дверей пока шел домой я записал видео видео обращение сотрудника вообще к организации мист экспресс но и вот что получилось приди вот такого числа как они в почтомат запихивали мои посылки в итоге я почтомат не могу открыть долблю с ним там полтора часа в этом отделении приватбанка почтомат не работает оказывается мы вам доставим на дом хорошо проходит еще несколько дней звонят говорят забирайте на отделение я должен ходить туда-сюда чтобы сервис который оплатил получить еще есть экспресс но редко там весь видеоролик придется запикать поэтому я решил записать другое видео другого формата где я расскажу о службах доставки который с которыми я сталкиваюсь чаще всего и свое мнение они в конце видео расскажу как я борюсь службами доставки нечистивыми если мне что-то не нравится для того чтобы они хотя бы пытались улучшить сервис поэтому кому не интересно можете сразу промотать конец и посмотреть что я там в конце расскажу так первые заказы я начал делать 2007 году так единичные там может одну посылку несколько месяцев естественно в то время не было ничего кроме укрпочты на данный момент при выборе магазина в списке служб доставок в магазине мы смотрим укрпост может быть может быть стандарт шиппинг и чай на пост если выбирать магазинах то есть на этим не обратите внимание на эти эти службы скорее всего доставятся вам укрпочта начиная с 11 года я уже чаще начал заказывать товары и заказывал одну-две посылки это приходило укрпочта и основных проблем как таковых у меня не было бы вы были некоторые проблемы с сервисом именно там ну сотрудник стал не стой ноги там ответила там хамовита один раз было мне пришлось ездить по нескольким отделениям чтобы найти мою посылку потому что она куда-то пришла куда-то ушла куда-то не ушла и так далее в итоге я нашел аж на третьем отделении по которому меня от меня отправляли и две посылки было утеряно причем это такие были посылки когда зашли на территорию украины то есть отметили в треке отметились что они на территории украины где-то они шли шли и потом бах и исчезли то есть и до меня не дошли по этим моментам я писал жалобу то есть писал заявление и мне посылки не не нашли мне пришел ответ что согласно международным правилам до момента как пока я не получу фактически посылку в руки посылка принадлежит отправителю поэтому если хотите разыскать эту посылку пусть отправитель пишет там заявы еще что-то обращается в службу доставки и уже это его проблема связи с этим я просто открыл диспут и вернул свои деньги и заказал тот же товар у другого продавца скорость доставки укрпочта приемлемо по моим подсчетам по моим доставкам в среднем это 18 20 дней летом 24 28 дней зимой рекорд был 11 дней это доставка из китая была за 11 дней мне доставила укрпочта но то это был один раз бывают и случаи когда доставка 40 45 дней было и 60 дней доставка это в основном магазин запал с они могут было и 90 дней пришли но если убрать магазин запал 100 в основном это 24 28 дней сейчас в зимний период в летний 18 качеством доставки укрпочты я в принципе доволен ничего особенного просто то есть то с чем приходилось работать долгое время и минус это их не плачевные состояния помещений которые не ревантировались еще наверное с 18 века они мере то отделение на котором я получаю посылки и и периодически можно наткнуться на очередь пенсионеров получающих пенсию и довольно таки долго застрять на почте обычно я увидя очередь даже не смотрю просто разворачиваясь ухожу и прихожу там либо вечером либо на следующий день в основном пенсионеры занимают утреннее время там до обеда они всех обслуживают и уже можно после обеда спокойно получить свои посылки следующая служба доставки это новая почта в 2017 году когда они массово вышли на международный рынок и начали доставлять посылки из алиэкспресса и с гербеста они заключили договор и доставляли в 2017 году бесплатно посылки курьерской доставки в 2017 году они начали заклёбываться в связи с тем в связи с видать с массовостью посылок и довольно отвратительное качество обслуживания было посылки и ездили по городу и где мне приходилось ездить другой конец города чтобы получить посылки и они их теряли у меня есть плейлисте видео июня 2017 года плейлист веселые истории там я рассказывал как новая почта потеряла 4 посылки за два дня в общей сложности за 2017 год новая почта потеряла 7 моих посылок 2 из которых найти не удалось 5 они нашли доставили я написал жалобы по всем эпизодам я написал жалобы по тем посылкам которые не удалось найти не компенсировали сумму которая была указана в сопроводительных документах по 5 посылкам которые все-таки нашлись и мне их доставили мне отзванивались я представляю с юридическим отделом и предлагали компенсацию за неудобства в виде купонов для доставки внутри страны до определенного количества килограмм бесплатно я воспользовался только одним таким купоном из пяти они по моему действовали в течение трех месяцев после того как мне их дали и 4 сгорела я одним я воспользовался тогда внутри страны я практически не заказывал ничего не отправлял и по моему я воспользовался даже не для себя а жена что-то заказывала воспользовалась этим купоном но в любом случае то что они отвечали они звонили кстати по одному эпизоду не потерянной посылки а какой-то у меня было там то ли жалоба то ли что-то не то ли какое-то хамское отношение может было на отделении и я писал жалобу на нее мне не ответили это по моему в сентябре 2017 года я писал одна жалоба у меня есть на который вообще не ответили просто проигнорировали но да ладно в 2018 году они лучше ли сервис просто но у меня нет слов и придраться вообще никак не могу за 2018 год ни одной посылки не потерялась и ну я как бы в восторге просто от этой службы потому что они действительно у ведь улучшили сервис они не они перестали мне звонить и спрашивать на каком отделении лучше получить посылку если у меня курьерская доставка то есть они мне просто звонят и спрашивают удобно ли вам получить я говорю удобно и мне привозят буквально там в течение получаса был случай вот перед новым годом двадцатых числах когда вот массово массово все получали посылки то есть большая нагрузка огромное количество посылок мне курьер приезжал три раза три раза за день и это были гирлянды маленькие гирлянды с пультом которые были на гербесте по 11 центов я купил их 4 гирлянды мне они в один день пришли просто разными машинами я так понимаю потому что курьер мне привез одну утром 2 в обед и одну вечером я вечером у него спрашиваю а как ну у вас же видно там что ко мне едут несколько посылок и можно же их как-то консолидировать и привести мне одним махом то есть ну это же вам удобнее и экономнее я так думаю он ничего страшного то есть сейчас массово я так понимаю для того чтобы не загружать склады даже такими мелочами они перед новым годом активно работали то есть у них усиленный режим был и ну это меня радует потому что сервис действительно намного лучше чтобы точно понимать что это будет доставлено новой почтой это либо ютек они доставляют посылки ютек а посылки ютек а доставляются на территории украины новой почтой и второе ukrainian priority line то есть приоритим line где выбираете выбирайте спокойно это будет доставка новой почты по скорости доставки летом они доставляют в среднем 14 дней несколько раз мне приезжала посылка за 7 дней с момента покупки даже это не то есть я купил мне на следующий день daily track номер и в общей сложности то есть по сути за шесть дней она посылка приезжала так было два или три раза все это было летом то есть у быстро она приезжать летом зимой они доставляют в среднем 18 20 дней по моей статистике помимо вышеописанного новой почты есть сервис посредничество при доставке из америки и англии ценник немного ниже чем у день чел но об этом немножко позже и так день чего этой службой доставки я пользовался в основном при покупке в американских магазинах или в английских чаще всего я покупал одежду магазине sports direct это английский магазин этой службой доставки приходилось пользоваться потому что несколько лет назад других методов получения посылки из америки или с англии не было и чел обычно доставляет пять дней и было один раз доставляли 7 дней и с момента получения трек номера не так часто ими заказывал но когда заказываю сервисом их им я очень доволен потому что во первых позвонят во вторых спросят где я нахожусь ну где мне удобнее будет получить и когда посылку если я говорил что я нахожусь там то там то и мне сейчас принципе удобно они говорят течение 15 минут будете там я говорю да все через 15 минут посылка у меня если я говорю что мне удобно будет дома в такое то время они будут дома в такое то время и доставляя сервис действительно удивите лучший но немного дороговат и в связи с появлением новой почты у которой доставка то те того же товара выйдет в два раза дешевле там вместо там 35 долларов 18 но и скорости доставки у новой почты будет три раза дольше за счет того что товар доставляется вначале по территории англии а потом уже доставляется к нам если вы не хотите ждать долго и у вас есть лишние 10-15 долларов конечно лучше выбрать и чем вы получите товар быстро качественно но и все отлично если вам конечно жалко 10-15 долларов то можно спокойно заказать новой почта я несколько раз заказывал у меня без проблем все приходило и я в принципе доволен по из америки последнее что я заказывал это из магазина new egg заказывал винчестер у нас есть и на него обзор western digital по моему на 4 терабайт лучшая служба доставки в плане сервиса но она немножко дороговато ну и наконец добрались до мист экспресс посылка вот смотрите дырка в посылке вот это мист экспресс это не я ее сделал эту дырку как бы в принципе тут все вроде бы целая я еще не распаковал но вот так вот доставляю ранее мист экспресс доставляли товары до дверей и в магазинах тела не пишутся как у украине on direct mail это вы можете встретить магазине gear best banggood в алиэкспресс бывает украине директ mail этот сто процентов вам будет на территории украины доставляться мист экспрессом помимо этого на алиэкспресс я так понимаю сейчас они заключили договора я выбрал выбирал алиэкспресс стандарт шипер и они сейчас доставляются мист экспрессом и выбирал на выбор продавца там был есть и бывает такая опция то есть по выбору продавца это тоже доставляется мист экспрессом данный момент получается они на заключали договоров службами доставки захлебнулись но в отличие от новой почты 2017 года мист экспрессу откровенно класть на своих клиентов то есть на получателей и дальше я вам объясню почему утвердить свои слова я расскажу несколько историй бля 12 декабря я получил 12 декабря и 18 года я 12 декабря 18 года я получил несколько смс а к именно 5 штук о том что завтра мне доставят посылки курьер естественно я как бы у меня много посылок и я не переживаю то есть курьер доставит ну все отлично то есть завтра послезавтра он не наберет я без каких-либо переживаний то есть он наберет привезет все посмотрим все проверим и так далее и что-то я забегался там суета предновогодняя в итоге 19 числа я понимаю что мне не доставили ни одной посылки из этих я набираю на телефон горячей линии во первых дозвониться на телефон горячей линии нереально это ну реально конечно раз я дозвонился но это нужно потратить минут 30-40 времени если вам раз в день надо позвонить то лучше сконсолидировать несколько посылок уточнять сразу по нескольким посылкам потому что дозвониться к ним очень сложно то есть я звоню на 0800 в течение 10 минут никто не берет телефон и меня сбрасывать 0800 удается дозвониться только на номер 050 указанный на сайте но тоже он бывает не работает бывает ты набираешь просто тишина и сразу сбрасывается то есть вообще как бы нет нет сигнал дозваниваешься начинается откровенная ложь добрый день я уже думал что ваша контора закрылась в общем меня зовут максим я тут не в чат не могу не вам еле дозвонился в общем у меня много посылок идет мисс экспрессом приходили эсэмэски вайбер что вот ваша посылка там пришла у нас в руках и так далее и там доставим вам с 15 по 17 и от сегодня 18 число ни одной посылки мне еще приходят эсэмэски шо посылки ну все идут идут новые треки уже приходят немного посылок идет вот но не привета не ответа по трекам высвечивается что по якобы уточнение уточняли у меня адрес типа было произведено уточнение адрес или под такое и ну никто мне не звонил ничего не уточнял то есть я вот интересуюсь где посылки вообще как как мне их найти спасибо за ожидание в системе зафиксировано что ваша посылка находится в городе запорожье на отделение ваша посылка там находится потому что вы не должны самостоятельно забрать чего бы зачем мне тогда эсэмэс пришло что мне придет то есть сейчас вообще как бы любые посылки на отделение должен забирать почему курьер не доставляет усину я понимаю там некоторые есть то есть вы вообще курьерская служба перестала работать да получается или как нет я вижу информацию именно по этой посылке ну по именно по этой посылке мне было эсэмэс что мне ее доставят надо ну вот и 17 числа учи к это поведомлено в день доставки то есть это я так понимаю что это должны доставить нее почему мне не пришло уведомление что я должен забрать ее именно эту посылку на отделение на каком я отделении должен ее забрать почему ничего никаких уведомлений не звонков вот эта информация меня беспокоит как давно я ее должен забрать ваша посылка находится на этом отделении с 14 декабря почему мне никаких уведомлений об этом не было потому что компания мисс экспресс был сбой в системе поэтому вам не пришло такого сообщения от имени компания саш прощения за такой но мне продавец указывал что это будет курьерская доставка я вижу информацию о том что вы ее заберете с отделения я понял а почему она больше нигде не отмечена что не отметим то что я должен его забрать отделение 14 числа поэтому и поэтому ее мне не должны не доставить а почему бы почему в отделении если рядом с отделением почтомат не может быть удобнее было бы почтомате забрать а кто это указал да пожалуйста сотрудник отделения и возможности он наверное вам звонил согласно никто мне не звонил как мне узнать фамилию этого сотрудника именно на него написать жалоб вы не можете узнать имя этого сотрудника но вы можете указать номер посылки и поэтому номеру посылки увидят информации я понял хорошо вроде все у меня эти три вы будете забирать в отделение 2 вы ждете завтра по адресу я не знаю я как бы жду все по адресу я не знаю кто кому звонил кто что там указывал какой сбой у вас был я как они должны адресу приехать я так и буду ждать я понимаю ну может и заперут сколько она должна хранить до 21 декабря а после 21 что с ним будет будет возвращаться отправителя я понял на каком основании на основании того что получать или отказался получать я не отказываюсь я согласен получать пусик не привезут по ссылками у вас бой был или у меня я был дома мне их привезли и я их отказался получать или что ли почему они почему эти посылки 14 числа находится на отделении потому что они ждут пока вы их заберете потому что у вас был сбой нет сбой был в информировании что ваша посылки должны забрать отделение вот а мне было удобно получить 14 числа и если было поведомление ну хорошо сбой во вторых сотрудник указал сотрудник указал сотрудник указал что я получу на отделение мне я об этом вообще не слухом не духом кто указал мне никто не звонил никто не общался со мной и тут вдруг оказывается что я должен куда-то идти потому что сотрудник что-то указал почему бы вам не справить ситуацию и не привезли их вместе с теми посылками которые будут ехать завтра раз у вас был сбой с сотрудником которого что-то переклинило он указал что я буду забирать на отделение я сейчас узнаю информацию могут ли они доставить эти три посылки но я не могу гарантировать что ваши посылки будут доставлены но вы узнаете возможно ли это или нет если нет конечно просто если я как бы плане вот этот конфликт то есть я видео блогер и выложу этот конфликт если он не разрешит то выложу конечно этот конфликт от еще потому что последнее время все хуже и хуже сервис я вас услышала информацию буду уточнять пожалуйста ожидать и дополнительного информирования спасибо спасибо вам что пользуетесь услугами и так далее выяснилось то есть один из сотрудников новой почты на горячей линии сообщил мне что просто какой-то сотрудник получается как будто бы мне позвонили и я сказал что я заберу посылки на отделение какого не было мне никто не звонил и смс не приходила и я ждал по первым смс о том что мне пришло 5 смс что мне завтра по предельным курьеры доставит посылки то есть ожидайте звонка курьера по этим смс ком я и ждал курьера оказалось что через два дня если я не заберу на складе эти посылки они уедут обратно в китай но конечно я сомневаюсь что никуда либо уедут а уедут по карманам сотрудников отделения вот такая вот ситуация вот такой вот вранье произошло когда я получил посылки там были наклейки о том что вот как здесь наклейки о том что товар должен был быть доставлен до дверей сверху приклеены наклейки и написано получается кто-то из сотрудников просто переклеил наклейки и все и то есть я уже получается не должен получать курьерскую доставку за которую я оплатил конечно я эти все пять посылок сходил и забрал на отделение и я снял даже уже отдельное видео но нам наверно выйдет немножко позже я вот так и назову что посылки которые пытался украсть у меня мист экспресс потому что данную ситуацию иначе как воровством я назвать не могу да я их забрал обратно но если бы я их не забрал и бы украл мист экспресс недели до этого у меня была еще одна проблема с ними мне пришло и смс что я должен получить одну из посылок в почтомате получить посылку почтомат не открылся в процессе я там узнавал почтомат находился на отделении приватбанка при сотрудники приватбанка помогли мне связаться с операторами которые отвечают за почтоматом мне операторы пытались открыть почтомат удаленно ничего не открылась и оператор сказал что извините за данную ситуацию по извините что так получилось в эту посылку вам доставит курьер на дом то есть связи с тем что проблема но ошибка не моя вот и курьер надо в итоге через несколько дней мне позвонил сотрудник мист экспресса и сказал что я должен эту посылку забрать на отделение просто не в почтомате она отделение а зачем мне говорить тогда что мне ее доставит курьер то есть опять проблемой я не против сходить на отделение получить посылку я против того что мне постоянно врут по поводу посылки из розетки я покупал автомобиль большой сыну и выбрал специально курьерскую доставку на розетки был выбор либо 90 гривен новой почты либо 60 гривен доставка мист экспрессом я подумал но это же внутри страны это же не международная доставка не алиэкспресс не какой-то там gear без где они рассказывают что они больше не доставляют курьером эти посылки хотя наклейки наклеены что до дверей и решил что все таки они могут доставить эту посылку и в итоге что посылка пролежала четыре дня на складе ожидайте курьер вам когда-нибудь и и доставит когда непонятно тут через пару дней уже новый год мне уже вручать эту посылку а посылки все нет в итоге я естественно забрал и в этот день мне еще пришлось нести в одной руке сына который усыпал и в другой руке большую коробку с этой машинкой так чтобы они не пересеклись потому что это же подарок был на новый год и учтем то что 60 гривен то есть я сэкономил 30 гривен лучше бы я выбрал новую почту они бы действительно доставили мне а тут получается я сэкономил 30 гривен но проиграл 60 потому что в итоге так у меня их никто не вернул эти 60 гривен как за которые заплатил за курьерскую доставку которую мне не предоставили по всем инцидентам я написал жалобу зарегистрировал ее но я так понимаю что класть они хотели на меня с моей жалобой потому что за месяц со мной никто так и не связался вот через два дня выходит уже сроки предоставленные законом на ответ организации но со мной никто не связывался никаких ответов мне не приходило то есть я так понимаю что власти не на меня хотели данный момент я жду еще одну посылку которая находится в украине с 27 декабря она 27 декабря оттрекалась на складе во львове и вот получается уже 18 дней где-то она блуждает по украине на прошлой неделе мне пришла смс с адресом доставки совсем далеко от меня и где я должен получить эту посылку я набрал на телефон горячей линии уточнил говорю вы каким образом выбрали этот адрес потому что ближайшее отделение ко мне вот а то вообще черт знает где я туда никак не доберусь особенно сейчас нелетная погода на что мне сказали вы не беспокойтесь мы вам перешлем куда вам надо уточнили адрес сказали все без проблем все ничего не переживайте мы вам все доставим сегодня получается уже прошла неделя и посылка здесь и не пахнет я набрал на телефон горячей линии дабы уточнить ну где же она и когда же она будет и мне оператор сказала что она находится еще по тому адресу и когда будет вам придет смс уведомление сомневаюсь что мне какие-то уведомления придут и мне придется от каждый день тратить по 40 минут на дозвон на горячую линию для того чтобы уточнить где посылка потому что по трек номеру на их же сайте она просто не трекает ну да понятно хорошо смотрите неделя прошла и посылки нету тут на вырубничай куда где я ее ждут все до незатриманных терминей доставки я фиксую скаргу на виддилене безвиского боку зроби всемозловище б сегодня гарантовано вона была на вырубничка вчера по телефону горячей линии уверили что она будет вчера на на отделении потому что у вас не трекаются они не трекаются смски не приходят на точку на точке там говорят что у них отдавать нам нечего мы к ним отправляем кудера они нам ничего не отдают и происходит вот это вот я понял то есть ничего нету да у нас сейчас ее нету должна быть у них на точке понял все спасибо до сна резюмируя по мист экспрессу очень долгая доставка то есть в 40 45 дней и еще ты может по 20 дней будешь искать эту посылку если ты вообще получишь второе это не практически нереально дозвониться до горячей линии то есть реально но очень тяжело служба поддержки врет на каждом шагу то есть то они не доставляют то они доставляют я как же у меня зачем мне смс пришла что мне курьер доставит если вы не доставляете и пятый пункт это что мист экспресс класть хотел на своих клиентов и так добрались до самого интересного сейчас я расскажу те шаги которые и предпринимаю я для того чтобы бороться как-то с службами доставки которые мне не нравятся то есть каких-то проблемных конфликтных ситуациях я не скажу что это там мега эффективно потому что ну наверное делают так единицы но если это будут делать все люди которые сталкиваются с такими проблемами я думаю это будет намного эффективнее во первых я выделяю там пять минут времени на написание жалобы регистрации и и в отделении при получении посылки для того чтобы у меня был какой-то документ что я не зря туда ходил то есть действительно если я выбрал курьерскую доставку и оплатил это хотя бы за эти деньги примите пожалуйста жалобу если у меня нет претензий к качеству товара а стоимость была платная я открывает диспут в размере этой стоимости доставки по факту если я получил если у меня по если я оплатил курьерскую доставку но мне ее не совершили то пусть продавец мне вернет эту сумму доставки которую я оплатил на несовершивку ну пусть продавец разбирается с мест экспрессом то есть почему это должен делать я я же получу с продавца стоимость доставки которую я оплатил за курьерскую доставку они пусть уже изыскивают это и с службы доставки второй пункт если доставка была бы бесплатная то есть включена в стоимость товара я просто ставлю одну звезду и пишу в комментарии подробно что я претензий к товару не имею все отлично классный продавец классный товар отлично отвечает но вот выбрал самую мудливую службу доставки мист экспресс самая конченная вообще в мире ukrainian direct mail самые конченные вообще я не представляю как продавец мог выбрать такую доставку за одну звезду и продавец просто снимет шкуру службы доставки из партнера продавец откажется от сотрудничества с данной службой доставки либо все-таки служба доставки улучшит качество и сервис и начнет относиться более лояльно к своим клиентам предоставляя более качественную услугу но обязательно об этом нужно написать комментариях чтобы не подкладывать уж сильно большую жабу продавцу через некоторое время я планирую снять видеоролик о магазинах с которыми я сотрудничаю которые хорошие магазины которые плохие плохих естественно я не заказываю но я думаю о паре магазинов таких я озвучу в основном расскажу о хороших на что стоит обратить внимание при заказе у них как это делается в принципе планируется такой небольшой ролик отзывов о интернет магазин если вам это интересно пишите в комментариях а также можете написать с какими службами доставки у вас сталкивались проблемы и как вы их решали на этом у меня все ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок